Дмитрий Епихин Дмитрий Епихин В 60-м году на изыскание попал, когда там были голые реки, поля и леса. После трех лет экспедиции Дмитрий Сергеевич решил сменить вектор работы, узнав, что на Михайловском ГОКе есть свободная вакансия геолога, не раздумывая, приехал в Железногорск. Почти четыре года Дмитрий Епихин увлечен изучением сокровищ курской магнитной аномалии. Романтики на объектах комбината немного, но и в условиях производства всегда найдется место новым открытиям. Тем более, что компания «Металлоинвест» всячески поддерживает неравнодушных работников и поощряет интересные идеи, направленные на улучшение производственного процесса. Фабрика идей запущена, надо всегда что-то все равно смотреть, искать. Даже если там свиста идей, даже если ни одна не прокатит, даже из тысячи может быть ни одна не пойдет, но тысяча первая, она может дать какой-то результат. В профессии по-прежнему не обойтись без молотка и кирки, но сегодня геологам в работе все больше помогают передовые технологии от GPS-навигации до суперсовременного геофизического оборудования. Геологи «Металлоинвеста» используют самые передовые методы доразведки на уже эксплуатируемых месторождениях. От их профессионализма зависит многое, и в первую очередь качество готовой продукции. Бурят блок, станки бурят скважины, соответственно, шлам, отбираешь шлам, везжаешь на блок, лопата обычная, мешочек, набрал шлам, отвез на ФОК в Центральную техническую лабораторию, там провели анализ, дали результат по этой скважине из содержания железообщего, железомагнитного, какая обогатимость, какой выход. Соответственно, так по блоку сетка распространяется, блок добурились, и у нас через некоторое время появились данные по этому блоку. Трудовые будни Дмитрия Сергеевича – это прежде всего повседневная работа в карьере. И здесь особенно важно быть дисциплинированным и осторожным. А потому геолог уверен в выполнении инструкций по охране труда и соблюдению правил промышленной безопасности – важная составляющая его профессии. Когда выезжаешь в карьер, первое, о чем ты думаешь, это о своей безопасности, потому что кроме тебя о ней никто не подумает. Ты в ответе сам за себя. И, конечно, как там ездит техника, и не просто машина, это огромная техника, белазы, большегрузные, экскаваторы огромные. Они просто тебя могут даже не увидеть элементарно, поэтому ты больше смотришь так же, как переходя дорогу. Влево, вправо, все по правилам, не подходить к обрывам, не подходить к бровкам, потому что мало ли, что все это в движении. Безопасность на первом месте, потом уже работа. Вначале личная безопасность, и потом уже ты выполняешь свои обязанности. На основе собранных данных геолог составляет картограмму, по которой можно узнать все о руде, залегающее на конкретном участке карьера. Данные передаются в производственный отдел для планирования дальнейшей работы. Дмитрий Сергеевич отмечает, работая на большом, серьезном предприятии, особенно чувствует ответственность за общую задачу. Ответственность, внимательность, потому что нельзя халатно отнестись, прийти и нарисую вот так, потому что потом этим занимаются другие люди, берут эти данные. Если бы я делал для себя, то мог, условно сказать, ну, санс. А тут все-таки от моей работы зависит работа других подразделений, других отделов, и нельзя к ней отнестись халатно и спустя рукава. В дружном коллективе геологов, геофизиков и гидрогеологов работается легко и приятно, отмечает Дмитрий Сергеевич. Все они люди мечтательные и романтичные. Но в то же время каждый понимает, насколько сложна и ответственна их профессия. И раз пришедшие в нее, остаются верны выбранному делу на всю жизнь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!